Всем привет! Сегодня необычный немножко формат, поскольку у нас уже нет времени на то, чтобы это делать в обычном формате с видео-вставками и так далее, с какими-то там эффектами. В общем, просто вам расскажу, что сейчас происходит, потому что нет времени. Значит, парламент находится сейчас в Канаде просто в кризисе, как бы я бы сказал так. Он не функционирует практически. Почему такое случилось? Если, знаете, была такая, ну, есть она, точнее, приостановленное ее действие, компания Sustainable Development Technology Canada, SDTC, технологии устойчивого развития в Канаде. Там обнаружено очень много, как бы, таких сомнительных сделок и схем, что ли. Началось все еще в прошлом году, тогда обнаружены были первые, значит, звоночки. Осенью 2023 года деятельность SDTC была приостановлена. Глава SDTC Аннет Вершурин призналась, что она нарушила законодательство, отправила более 200 тысяч долларов на свою собственную фирму и средства компании. В июне консерваторы, в июне этого года консерваторы внесли предложение, требующее, чтобы правительство в течение 30 дней передало все документы SDTC, ну, там, через парламентского клерка, в Королевскую Канадскую Конную Полицию, в RCMP, для возможного уголовного расследования этого проблемного фонда. Эти сроки либералы не выдержали, 30 дней прошло, они ничего не передали, ну, точнее, передали, но очень не все документы и очень сильно отредактированные, то есть, ну, просто там замазанные, отретушированные эти документы, очень много информации скрыли. И вот, 16 сентября 2024 года консерваторы запустили процедуру Motion of Privilege, так называемую. Что это такое? Это, как бы, процедура, которая в первоочередном порядке рассматривается какое-то конкретное предложение, вот, предложение консерваторов о том, чтобы документы были переданы, поскольку есть решение, значит, парламента уже о передаче документов, а либералы его не выполнили. И оно рассматривается в первоочередном порядке, то есть, больше ничего не рассматривается. Но, как выяснилось, сенат может продолжать работу, а вот палата общин не может. И таким образом, работа парламента фактически заблокирована до тех пор, пока либералы не выполняют требования, которые были еще летом высказаны всеми партиями, а поддержали предложение консерваторов тогда в июне все партии. И что получилось? Либералы отказываются передать документы, ссылаясь на то, что это нарушение к хартии прав и свобод, ну, там к чему-то они прицепились. И, к тому же, это размывает, как бы, границы действия парламента и правовой системы. Ну, вот, что-то они там такое придумали. Но спикер палаты Грег Фергюсон 27 сентября постановил, что правительство явно не полностью выполнило приказ палаты и приказал, значит, документы эти передать. Вот тут интересный момент такой, почему Фергюсон это сделал? Фергюсон либерал, он спикер парламента, но он либерал. Получается, что он попер против своих. Но тут есть такая тонкая игра, дипломатическая или политическая. Значит, если Фергюсон бы этого не сделал, то, поскольку все три партии этого требовали, ну, выдачи документов, все три партии требовали, то они явно скинули бы Фергюса и вместо него поставили бы своего какого-то спикера, другого. То есть, ну, это будет уже не либерал, это 100%. И что сделал этот новый спикер? Конечно, он все-таки предоставит документы, а к тому же либералы утратят своего спикера, то есть своего либерала. Вот, поэтому, собственно, Фергюсон и пошел на то, чтобы вот издать такой приказ о предоставлении. Но либералы все равно не представляют документы. Они там предлагают, давайте мы там откроем какой-то комитет, вот отдадим это на разрешение вопроса этому комитету. Консерваторы говорят, ну, здравствуйте, что будет комитет решать? Мы уже летом все решили, это уже дан. Что нам еще дополнительно решать? Отдайте документы и все. Вот, ну, там есть какие-то еще легальные коллизии, RCMP говорит, что оно, может быть, и не сможет воспользоваться этими документами. Но консерваторы требуют, чтобы их все-таки передали, чтобы RCMP не расследовала ничего без передачи, без полной передачи всех документов. Потому что считают, что либералы там что-то скрывают. Вообще речь идет о какой сумме? 400 миллионов долларов. Найдено как минимум 186 случаев конфликта интересов. Это еще когда-то генеральный аудитор Карен Хоган опубликовала в июне уничтожающий отчет о технологиях устойчивого развития с DTC. То есть это еще летом было, в июне. И что получается? Сейчас такая коллизия. Парламент работать не может. Либералы документы предоставить отказываются. Сенат работать вроде как может. Значит, ну и что дальше будет? Это не может продолжаться так, ну, долго. Единственное, что сейчас в палате общин может работать, это комитеты. Но какой смысл в их работе, если они не могут результаты своей работы, и они не могут представить никуда? Потому что парламент сейчас ничего больше не решает. Он находится вот под этой моушенов привиледж от консерваторов. То есть все, парламентская работа практически заблокирована. Но, значит, здесь вот такой тонкий момент есть. В рассмотрении Сената до вчерашнего дня находился Билл C64, фармакер. Ну, это, если помните, это противозачаточные средства и лекарства для диабетиков, чтобы они были бесплатными. Этот Билл продвигала НДП. Ну, и либералы им помогали в этом. Значит, и он прошел уже три, то есть, точнее говоря, до вчерашнего дня два чтения в Сенате. И должен был быть принят. Но, как правило, еще третье чтение, потом принятие, потом, как бы, Royal Ascent, это одобрение королевы. На этом уходит неделя, а то и там месяц может уйти или два. Вот. Но вчера все эти три ступеньки, то есть третье чтение, голосование и Royal Ascent вчера было получено. К чему такая спешка, казалось бы? Дело в том, что на повестке дня сейчас стоит пророгация. То есть, парламент фактически сейчас, ну, заблокирован, он не функционирует. И одно из решений этого парламентского кризиса, в полном смысле этого слова, это вот объявить пророгацию. То есть, премьер-министр имеет право объявить о приостановке действия парламента. Но, что в этом случае происходит? Все то, что находилось в законно-творческой деятельности, все билы, все-все-все приказы, все, что, весь внутренний документ, оборот, который был в парламенте, в том числе и в Сенате, они аннулируются. То есть, после пророгации, когда парламент собирается, все, они начинают с чистого листа. И этот Билл Си-Си-Си-Фор, который должен был до вчерашнего дня пройти третье чтение и так далее, там, одобрение и голосование, он, его бы пришлось начинать все сначала. Ну, там одно есть исключение, если все-все-все ИНПИ единогласно проголосуют за то, чтобы вернуться в точку, ну, из которой вот ушли на пророгацию. Ну, это практически невозможно. Поэтому, а Билл Си-Си-Си-Фор, еще поймите такой момент, он одинаково уважен, что для НДП, что для либералов, им надо обоим показать свою успешную работу, чтобы что-то можно было продать канадцам своим избирателям. Смотрите, как мы успешно сработали. Вот мы Билл такой представили, хороший для всех канадцев и так далее. Поэтому Тридо так спешил. А чего бы ему спешить? Вот здесь такой вопрос, почему бы не подождать, там, еще месяц или неделю, ну, принимал бы, там, слушал бы, Сенат, Третье Чтение, там, голосование, Royal Assets, все это в своем порядке. Ну, вот, ребята, вот это вот очень тонкий момент. Значит, Тридо куда-то очень спешит. А с чем он спешит? Видимо, все-таки с пророгацией. Ну, вообще говоря, теперь смотрите, что получается. Про пророгацию. У НДП, как мы знаем, два вотума недоверия, они поддержали либералов, то есть не поддержали консерваторов, точнее говоря. Ну, это фактически поддержали либералов. Теперь, значит, после того, как этот Билл будет принят, тогда, кроме пенсии Синха, у них не остается ни одной ни причины, ни отмазки даже для того, чтобы поддерживать дальше либералов. Если они продолжат поддержку, ну, так извините, как это будет выглядеть в глазах всех канадцев? Только один Синх, который кричал, так сказать, из каждого утяга и на каждом углу, что он разорвал соглашение с либералами, что все, он там больше с ними переговоров никаких не ведет. Вот, кстати, Кристи Фриланс заявляет, что они там ведут какие-то переговоры. Нет, Синх буквально вчера сказал, что никаких переговоров он не ведет, по крайней мере, как лидер партии, ни с кем он не ведет. Там какие-то межпарламентские есть обсуждения, но это не называется переговоры. И что получится? Он останется один такой вот борец, понимаете, за права канадских трудящихся. Я думаю, что он будет выглядеть очень некрасиво в глазах канадцев. Как долго может длиться пророгация? Ну, исторически это как бы 22 дня, то есть примерно 3 недели. Но, в принципе, премьер никак не ограничен. Может продлить на несколько месяцев, может даже до года, потому что парламент должен собираться раз в 12 месяцев. То есть больше, чем год он не может. Ну, насколько там совести у труду хватит, я не знаю. Но думаю, что может где-нибудь до Крисмоса, до Нового года он отложит деятельность, то есть приостановит деятельность парламента. И он обязан будет выступить с так называемой тронной речью после пророгации. То есть начинается новая сессия парламента, все с нуля, и он должен будет выступить с тем, какая программа у правящей партии на следующий период ее правления. Но эту тронную спич могут принять, могут не принять. И здесь очень удобный момент для того, чтобы просто ее не принять. Понятно, что консерваторы будут против, блок, скорее всего, тоже будет против, 99%. И что, останется синг? А синг в каком свете будет выглядеть, если он останется один за? То есть, скорее всего, после пророгации, с очень большой вероятностью, ну не знаю, процентов 90, это вот он недоверие, ну то есть непринятие, это тронная спича, вот он недоверие, распуск правительства и парламента и досрочные выборы. Вот такая вот складывается ситуация. Вот, ну значит, давайте посмотрим, что еще может быть на столе. Пророгация, видимо, скорее всего, такой вариант, самый вероятный. Но, что еще могут сделать либералы? Есть такая, так называемая, motion of closure. Это, ну как бы, ходатайство на закрытие. То есть, они могут ходатайствовать о закрытии motion of privilege консерваторского. Вот, ну, для этого им надо, опять-таки, чтобы их поддержали, ну, по крайней мере, одна из оппозиционных партий. Синг, если поддержит, ну, опять-таки, будет выглядеть некрасиво. Еще вариант, что Синг может воздержаться от голосования. В таком случае либералам потребуется еще там 2-3 голоса от зеленых, либо от независимых депутатов для того, чтобы преодолеть вот консерваторский, это motion of privilege. Ну, считается, что такой вариант, в принципе, возможный. Ну, не знаю, как бы сказать, есть еще третий вариант. Третий вариант – это выборы прямо сейчас. Ну, то есть, придом может просто распустить парламент и объявить о досрочных выборах прямо сейчас. Но дело в том, что ему это сейчас явно не выгодно, но он их проиграет. То есть, из вот этих трех вариантов, ну, как бы, motion of closure, пророгейшн и досрочные выборы, скорее всего, будет принято пророгейшн. То есть, вариант номер два. Ну, тут такой нюанс. Трюдо сейчас в Лаосе. Я не знаю, когда он вернется, сегодня вечером, или он может там по скайпу в вопрос. Дело в том, что на пророгейшн ему нужно, опять-таки, согласовать это с General Government Мэри Саймон. Я не знаю, может, он сможет это на лонг-викенд сделать. Не знаю. Но факт тот, что мы стоим на пороге того, что какие-то огромные изменения, очень большие изменения произойдут. И что буквально уже, я не знаю, может быть, даже за этот вот лонг-викенд что-то станет ясно. Может быть, где-то там в понедельник что-то станет ясно. Ну вот, ребята, а сейчас я пишу вот про этот скандальчик. Точнее, не скандальчик, а скандалище с SDTC, который консерваторы назвали Green Slash Fund. То есть, можно перевести как зеленый фонд подкопа, зеленый фонд для сбора средств. Короче, как угодно тут можно его переводить. Ничего хорошего в этом переводе не будет в любом случае. Вот я сейчас пишу ролик про них. И это будет, конечно, но это будет обычного формата ролик. Очень, я думаю, будет интересно. Страна должна знать своих героев в лицо. Вот. Ну, а так все. Вот спешил с вами поделиться последними новостями. И надеюсь, что, может быть, в понедельник или во вторник мы с вами уже будем, ну, не жить в другой стране, но, по крайней мере, вздохнем какой-то полной грудью с надеждой. Ну все, подписывайтесь, ставьте лайки, на телеграм-канал подписывайтесь. Там оперативнее всего я даю информацию на телеграм-канале. Комментируйте, напишите, что вы думаете по этому поводу. Все, всем спасибо, пока. Продолжение следует...